Ребят, всем привет! Сегодня у нас новая рубрика, мы будем собирать косметичку месяца, месяц ноябрь, соответственно, косметичка ноября. В целом, с учетом того, что у меня достаточно много средств для губ, их ротация происходит из месяца в месяц, и что-то я всегда ставлю на паузу, что-то я больше использую, ну и в целом, как другие продукты. Тут достаточно большое скопление косметики, поэтому давайте сразу приступим. Во второй части видео мы тогда с вами сделаем макияж частью средств из косметички месяца. Так, косметичка у нас довольно-таки вместительная, мягенькая, поэтому начну сразу со средств ухода. Постоянным мастхевом для лица, в качестве иногда даже базы, я использую вот такой вот стик коллагеновый от доктора F5. Он классный, потому что он замечательно увлажняет лицо, подготавливает кожу к макияжу, и иногда его можно использовать, повторюсь, вместо даже какого-то тона. То есть, если кожа в целом хорошая, я им пользуюсь просто для увлажнения и выравнивания лица, с учетом того, что он создает легкую такую пленочку и небольшой блюр-эффект, ну и плюс уходовый продукт, такой дает хорошее увлажнение, то когда кожа позволяет, почему бы и нет. И потом сверху могу просто нанести кремовую румяна, и все смотрится замечательно. Поэтому его мы кладем. Так, далее идет у нас мист от SkinC4, вот такой вот увлажняющий линейка голубая с центеллой. Это линейка еще с гиалуроновой кислотой, отличный увлажняющий мист, как до макияжа, так и после макияжа, и во время макияжа. Он как бы немного закрепит, но в целом он увлажнит лицо, и поэтому мой мастхэв на осень однозначно я использую его прям вот постоянно. Для лица в этом месяце хочу использовать тинт Shiseido, у меня это вторая баночка уже его, туба точнее, отлично выравнивает, замечательный, нежный, легенький. Его очень хорошо использовать на средней, ну более темной, наверное, под тона, потому что совсем светлым девушкам он не подойдет. Когда он распределяется, он становится, видите, такой абсолютно невидимой легкой пленочкой. По сути своей, как BB крем, но очень имеет хорошее увлажнение и такой немножко глянцевый финиш. При этом кожу он просто потрясающе увлажняет, у него содержится SPF 30, но в целом для меня это не особо важно, я его люблю за его уходовые свойства и невесомую текстуру и абсолютную невидимость на лице. И из консилеров у меня будет Dior в оттенке 1V, достаточно такой светловатый для моего лица, потому что я все-таки постоянно пользуюсь автозагарами и он для меня все-таки высветляющий скорее. Но когда он распределяется, он уже хорошенько работает на коже, не становится таким светлым, откровенно. У него плюс кремовая текстура и на осеннее какое-то вот это переходное время, когда уже ветродув такой сильный, когда кожа и так сушится, он просто идеален. Видите, как он впитался в кожу, он практически незаметен. Но кожа, конечно, должна быть хорошо подготовлена. Плюс у него достаточно хорошее перекрытие, не 100%, но 80% я бы дала его перекрытию. Из уходовых средств за бровями вот такой гель от Essence, я его показывала в распаковке, он мне очень понравился. У него потрясающая, хорошая, удобная щетка. Это вообще тушь для бровей скорее даже, а не гель. Щеточка, как у туши, видите, и цвет такой, ну, достаточно светловатый на самом деле, но у меня сейчас блонд, поэтому мне он хорошо подходит. Единственное, что, опять же, нужно обтирать щеточку, потому что очень много средств выдавливается. Так, и карандашик Vienne Sabo 02, хочу его поскорее тоже добить, чтобы взять какой-нибудь новый уже себе оттенок этого же карандаша. На самом деле, карандаш великолепный, он мне очень нравится по цвету, достаточно такой серовато-бежево-тепловатый коричневый потон. Для блондинок самое то, но хотелось бы больше, наверное, теплоты в оттенке, поэтому хочется поскорее его добить. А что самое главное в нем классное, то, что он очень стойкий, очень хорошо держится на бровях, по крайней мере, моих, даже если сверху наносить гель. Другие карандаши часто под гелем стираются, а этот нет. В качестве теней у меня два продукта. Первая мини-палеточка от Наташи Деноне, которую я уже не первый год использую. Здесь классные прям оттенки, они очень пигментированные. Ну, мне кажется, многие знают про качество теней Наташи Деноне, вот, меньше всего, наверное, использую этот, а серый прям вот обожаю светлый. И средний, чтобы затемнить складочку, очень натурально выглядит, великолепная на каждый день и потрясающая. Так, и бюджетненький люкс-визаж в 103-м, по-моему, да, 103-й оттенок бежевый. Это у меня уже пятая упаковка этих теней. Оттенок, опять же, серо-такой нейтральный на каждый день. Классно будет смотреться в повседневных макияжах, очень удобные, классные тени. Обожаю матовую их линейку. Не люблю продукты с шиммером или какие-то блестючие, а вот матовые их тени просто великолепные. Базовый оттеночек на каждый день, который постоянно обновляю в покупках своих. И к ним вдогоночку два карандаша для глаз. Показывала вот этот лориальский в распаковке. Он очень стойкий, очень пигментированный, очень насыщенный. И его вообще сложно стереть. И классно, что он может рисовать прямо по теням. Почти черный оттенок, но видно все-таки, что это горький шоколад. Оттенок у меня, сейчас скажу, 102-й, по-моему. Великолепный. Когда он застывает, его очень-очень... Вот он начал застывать, его очень сложно стереть. И стрелка с ним или просто окантовка глаза смотрится просто очень долго и насыщенно. Поэтому с ним нужно быть аккуратнее. Так, и буду свой любимый карандаш эксплуатировать. My Cup Forever 606. Ой, простите, 506 Эмблэс Какао. Очень классный серый оттенок на каждый день. Просто великолепный. Я не встречала такой насыщенности, плотности, крутости карандаша, стойкости. И очень удобства в использовании в качестве такого легкой стрелочки. Или с тенями, или с какими-то серыми. Чем этот карандаш. Это самый любимый оттенок. И, конечно, когда закончится, я его буду обновлять. Тушь классическая Clorans 4D для объема. Мне она подходит по характеристикам с точки зрения функционала для чувствительных глаз. У нее очень классная щетка. Очень хорошая черная смольная тушь, которой очень удобно пользоваться. Ну и вот во времена ветродувов и вот всех этих историй зимних, она просто спасает мои глаза. Потому что она практически никак не ощущается. А ресницы делают черные смольные. Румяна у меня два фаворита. Это Crystal Minerals. Вот эти кремовые в первом оттенке новые. Я их уже показывала в своих видео. Очень классные, насыщенные, пигментированные. Которые не распадаются на отдельно какой-то крем и отдельно какую-то жирную субстанцию. И дают больше такой цвет. Насыщенный оттенок легкий. Припудренный такой. Очень аккуратные, легкие, деликатные. Для макияжа без макияжа. Для таких нежных, нюдовых макияжей. Для тех, кто не любит ощущение какого-то жирного иного продукта на лице. В общем, для тех, кто любит очень-очень что-то натуральное. Потрясающий румяна. И вторые румяна это Rouge Bani Rouge. В великолепном оттенке 076. Очень насыщенные, пигментированные. Просто вот, я даже не знаю с чем их сравнить. Из кремовых румян. Это одни из самых любимых. Потому что они могут использоваться и в качестве румян, и в качестве помады немножко. И у них уже немножко такая более плотная и тонкая текстура, которая очень хорошо отдает цвет. И очень хорошо деликатно тоже смотрится при растушевке. Дает такой нежный, аккуратный, красивый, бруснично-розоватый румянец. Но такой, знаете, который прям вот как ваш натуральный цвет щечек, когда вы с мороза или когда вы чуть-чуть куда-то торопитесь. Целая плеяда карандашей, часть из которых новая и прям хочется им пользоваться. Давайте по порядку начнем с Астры 02. Оттенок очень теплый, насыщенный, классный карандаш, который я показывала в распаковке золотого яблока. У него теплый, классный оттенок. Прям красивый на каждый день. С любой какой-то более нюдовой помадой или блеском. Просто великолепный. Действительно теплый и красивый нюд. А не как обычно бывает какой-то рыжий цвет. Нет, вот это коричневатый, прям очень красивый. Следом за ним идет Кико 3534. Очень красивый, теплый тоже оттенок. Но у него такая уже, знаете, более красноца в подтоне присутствует. Более вот эта вот рыжинка уже теплая. Если в сравнении, вот так вот они выглядят. Видно, насколько Кико теплее. Но тоже один из любимейших, мягчайших карандашей. И на осень просто мастхэв. Очень нестойкий карандаш от Шик, но хорошего оттенка Верона. Он достаточно нейтральный по тону. И выглядит хорошо на губах с определенными помадами. Новый карандаш от Нинель в оттенке 244. Линия Сентименту. Он мне очень понравился. У него очень мягкая, насыщенная такая формула для гилевых карандашей, которая не ощущается на губах. Но слишком какой-то серый тон присутствует. При этом он очень хорош с какими-то блесками или с маслами ягодными. То есть, именно тоже под определенные очень вещи. Но мне очень понравилась его формула. Формула просто великолепнейшая на губах. Классно смотрится и не ощущается вообще вот этой вот пластилиновости. Так, карандаш любимейший 207 от Luxe Visage. Ну, это прям фаворит-фаворит. Уже не первый у меня этот карандаш. Он постоянно заканчивается, я его постоянно обновляю. У него, по сравнению с другими, более такой чуть розовато-песочный оттенок. Тоже хороший нюд на каждый день, который классно. Да и с любыми помадами, с любыми карандашами. В общем, базовый классный карандаш. Новенький карандаш от MAC в оттенке Plum. Ну, это такой очень классный темный цвет, который классическая такая красивая бордовая коричневая такая история, которая может служить вместо помады. Можно делать контур с классным коричневым бальзамом каким-то. В общем, стойкий хороший деревянный карандаш. Фиолетово-бруснично-бордовый с коричневизной, с такой плотностью оттенка. Я его люблю, обожаю, поэтому обязательно буду использовать. И последний это карандашик от SHU, деревянный 48-й. У него абсолютно какой-то серый цвет, но абсолютно он классно смотрится и легко с теплыми персиковыми помадами замечательно. И с какими-то розовыми блесками, бальзамами, маслами. Опять же, тоже на самом деле в носке очень мне понравился. Хотя до этого серый оттенок как бы я обходила стороной. Далее идут классические помады. И здесь у меня стойкая кремовая помада от Bobby Brown. В нюдовом, красивом достаточно оттенке. Кремовая легко наносится, легко тушуется. Очень-очень классный нюд на каждый день, прям когда не знаешь, чем накраситься. И, пожалуйста, вам помада. Оттенок великолепный. И формула тонким слоем таким ложится. Кремовая, аккуратненькая, легкая. На губах не ощущается, хотя губы делает просто великолепнейшими. Формула очень-очень комфортная. И на губах, она когда вот под застывая чуть-чуть, она просто вот даже практически не стирается. Очень-очень такая плотненькая. Помада от Nars в стике в оттенке Dumi Baby. Любимый брусничный на осень. Очень-очень красивый такой тонный оттенок. Длинно-бордовый тоже. Очень похож по тону на румяна, которую я показывала. В стике вот эти 0,76 оттенка. Но этот оттенок более такой темный и немножко в сторону вот карандаша от MAC. А те румяна, они более такие, посветлее что ли, чуть-чуть. Еще одна такая стойкая, хорошая помада вельветовая. Ну, если не на каждый день, но по формуле комфортная, которая в носке просто великолепна на губах. Так, третья помада бывает с золотым яблоком. У меня это Refill. Это помада Sensai. Контур липстик, по-моему, называется. Очень-очень пигментированная, насыщенная. У меня розовый такой оттенок. У меня еще второй нюдовый. Но вот этот вот мне нравится на более такое холодное время года. Формула великолепнейшая. Просто настолько насыщенная, стойкая кремовая помада, которая вообще с губ не уходит, чтобы вы не ели и не пили. Очень классно питает губы, увлажняет. Классный подтон. Опять же, с определенными макияжами. Но этой прям осенью хочется розового цвета. Так вот, еще раз покажу, как выглядят три помада. Категория блесков, масел и тинтов. Начну с прозрачного масла от Crystal Minerals в 0,3 оттенке. Оно у меня уже заканчивается. Тоже хочу его добить. По сути, оно такое полупрозрачное. Совсем-совсем легкий какой-то подтон имеет. Но у него очень приятная мягкая формула. И оно великолепно губы увлажняет. Поэтому это отличное масло. Вот такое вот яркое масло для всяких нюдовых карандашей от Clorance. Идеально просто с любым нюдовым карандашом. Посмотрите на его подтон. Яркое с первого нанесения. Великолепный оттенок. У меня десятый план. Самое любимое масло. Кроме Dior. Так. Блеск от Clorance. Перфектор в 25 оттенке. Тоже темно-брусничный. Самый-самый, наверное, тоже используемый. Обожаю темные оттенки. Ну, собственно говоря, про губы я скоро сниму отдельное видео. Про средства для губ. У него великолепнейший, просто насыщенный темный оттенок. И потрясающий уход, конечно, он оказывает. Это просто что-то с чем-то. Оттенок очень красивый. Коричнево-серо-брусничный. Очень такой темный, томный и великолепен тоже с какими-то и темными, и светлыми карандашами. В общем, с любыми карандашами он классно смотрится. Так. И два тинта. Один от Люкс Визаж и второй от Романд. Романд меня покорил своей формулой. Такой очень-очень питающий, насыщенный. И оттенок у него вот этот фиг-фиг. Тоже очень красивый, нежный, инжирно-розовый. Какой-то очень красивый. Камера очень хорошо сейчас передает. Очень симпатичный цвет. Классно держится на губах. Потрясающий аромат. Ну, в общем, увлажнение, которое обычно от тинтов ты не дождешься. Здесь просто великолепно. Я покупала на Озоне. И там, конечно, очень много оттенков. Но этот мне очень понравился. Сильно из всех. Потому что он какой-то такой универсальный. И любимейший, уже тоже подходящий к концу тинт от Luxe Visage в оттенке Toffee. Очень-очень сильно мне нравится. Посмотрите, какой классный у него цвет. Коричневатый, какой-то очень терракотовый. Очень-очень красивый. Можно сделать легкие. Такие губы совсем полупрозрачные. А можно прям бахнуть поярче. Получится прям вот такая вот история. Опять же, с какими-то карандашами, с любыми не темными и не теплыми, а просто среднего подтона, наносите сначала тинта, потом уже немножко карандаша и губы. И красивые по цвету, и полупрозрачные, легкие, и немножко карандаша. И, в общем, это мой очень большой тоже фаворит. Не могу пройти мимо блеска от Crystal Minerals. Также очень часто уже его использую, хотя показывала совсем недавно в расступовке. Он очень пигментированный, очень насыщенный, формула крутая, очень гиперувлажняющий. И по цвету, по оттенку он, посмотрите, это самый темный оттенок из линейки 111, но на самом деле он очень нежный, красивый, розово-лилово-брусничный, опять же. И потрясающе смотрится без всякого карандаша. Я бы сказала даже, что без карандаша он смотрится гораздо лучше, чем с карандашом, хотя и с карандашом имеет место быть. Еще раз покажу все тинта-блески. Первый Crystal Minerals прозрачный, вот это масло от Clorans, тинт от Romand, тинт Luxe Isage, блеск Crystal Minerals и блеск Clorans, который самый темный у них оттенок 25, серо-брусничный такой. Вот такая вот нехилая косметичка, ребят, собралась, хотя по сути больше всего, наверное, здесь средства для губ, ну, собственно говоря, это мои любимые средства, поэтому здесь их так и много. И давайте приступим к макияжу небольшому, части из этих средств. Сегодня макияж начну с тонера вот этого потрясающего от Skin 2004 с Центеллой. В целом он может послужить вместо крема. Если вы нанесете достаточное количество его, можно даже в несколько слоев, как делают корейцы. То есть сначала наносите разок в ладошках, вот так распределяя, он впитывается, и вы наносите еще потом слой. Поэтому лицо, он, конечно, отлично и успокаивает, и увлажняет, и дает такую защитную пленочку. Так как мне сегодня не хватает лицу увлажнения, я нанесу еще немного стика коллагенового, тоже корейского. Он иногда даже идеален вместо нанесения, например, если вы не хотите нанесить тон или тинт на лицо. Но в целом потрясающая классная вещь, у него вот такой вот интересный конусообразный наконечник, скажем так, стик в самом виде конуса, большого треугольничка. Им прям очень приятно, прикольно проводить в каких-то зонах, местах, которые, скажем, к нос, например, или вот здесь, вот где-то прям прикольненько. Инновационно наношу немножко тинта от Shiseido. Это у меня, кстати, вторая плетель этого тинта, которая уже заканчивается. Я обычно наношу вообще немного его, потому что у него достаточно жирненькая, плотная текстура, и он дает очень-очень хорошее увлажнение, тоже разравнивает кожу великолепнейшим образом. И когда вы его разносите, он становится таким, знаете, желтоватым, и потом впитывается, и вообще потрясающе абсолютно разносится. Единственное, конечно, если вот вы его видите, обязательно берите, но он не для совсем светленьких. То есть совсем светлым девушкам, наверное, он бы не подойдет, потому что у него все-таки есть вот эта теплота в потоне, и когда я распределяю, он становится таким более теплым по оттенку. Силер у меня диоровский. Мягкий, нежный. Перекрытие у него почти идеальное. Оно плотное, и достаточно его немного надо. Из старой формации вот этот оттенок 1В, и мне он подходит, когда я более светлый, я только им пользуюсь, когда потемнее, я, когда использую тинт, ношу его в качестве более такой светлой, скажем, базы. Но так как он очень хорошо перекрывается, он очень мягкий, кремовый, мне он не ощущается вообще на лице. Вообще в обычные дни самые я стараюсь краситься минимально, я наношу 2 капли консилера только под глаза, вот сюда вот, брови, обязательно губы, так как это мой любимый атрибут макияжа. И тушь для ресниц больше, я даже ничего, ни бронзера, ни румян стараюсь не использовать. Ну, может, только где-то кремовый румяна совсем немного, а так больше ничего, потому что мне с каких-то пор начал нравиться просто мое лицо без макияжа. Точнее, даже не нравится, а мне комфортно ощущается, то есть я не вижу потребности вообще в том, чтобы краситься. Карандаш для бровей хочу закончить тоже Vivienne Sabo, вот этот вот, и он достаточно серый, такой с подтона, но мне он нравится, потому что использовать я стараюсь немного. У меня свои брови, вот видите, отрастают как-никак, и волоски становятся темнее, но я думаю сейчас их немножко прокрасить краской. Не для бровей, а краской для волос, чуть-чуть. Пока брови вот так оставлю, потом где-то, может быть, подсотру, подправлю. Палетка с бронзером. Опять же, сейчас у меня уже, видите, он протерся, но вот это бенефит. Я хочу, опять же, его постепенно добивать, не хочу, чтобы он лежал, у меня слишком долго почему-то. Любимый серый карандаш Make Up For Ever. Я его использую постоянно, сейчас я буду им подводить сниз аккуратно века. Если я не хочу использовать сухие тени, я наношу этот карандаш, он почти не заметен. Также буду наносить сейчас по верхнему контуру, тоже в небольшом количестве совсем. Наношу так, чтобы потом можно было вот так вот растушевать пальцем и просто сверху была легкая тень, но не контур. На данном этапе я прокрашу тушью Clorans 4D ресницы. Когда уже с ресницами будет все выполнено, я вернусь еще к макияжу глаз. Ресницы, видите, она прокрашивает прям сразу, тут же, очень черно, очень разделенно, очень длинно их делает и вытянутые. Теперь поправляю брови, где-то почетче делаю, где мне хочется, чтобы сейчас взять гель. Вот этот вот, он мне очень понравился, в нем действительно большое количество фибры, я прям его хорошо, так сказать, прочувствовала. Но здесь тоже ограничитель, немножко больше выходит, чем нужно. Для теней немножко буду использовать палетку Наташи Денона, вот эту вот мини. Моя любимая палеточка, самая вообще, постоянно использую этот оттенок, это чуть меньше, но вот это постоянно. Слегка пройдусь, чтобы тоже не было замусуливания такого на глазу. Теперь на этом этапе я добавлю немного консилера, где-то чуть-чуть микродозами такими. Самый любимый, наверное, завершающий штрих макияжа глаз, это немножко бронзера, совсем чуток поверх теней, потому что теплый оттенок всегда глаз делает более живым. Но тоже совсем немного, чтобы не было перебора. Так как у нас сегодня с вами румяна, на выбор вот эти Crystal Minerals кремовые и Rouge Bunny Rouge, Crystal Minerals использую как небольшое количество румянца. И мне они, конечно, очень-очень сильно нравятся. Они гиперпигментированные, очень насыщенные по оттенку и очень-очень приятно тушующиеся и не особо заметные на лице. Crystal Minerals, когда тушуются, становятся немного полупрозрачными. И для губ сегодня хочу сделать два варианта. Первый вариант – это карандаш и блеск от Clorans. Карандаш будет маковский, вот этот вот, который из новинок. И второй вариант – это просто помада от Nars. Давайте сначала ненесем помаду от Nars. У нее такой, знаете, бруснично-ягодный подтон, похожий на цвет румян. Вот так вот смотрится вместе с помадой. Мне она очень сильно нравится. Повторюсь, формула наикомфортнейшая. Для меня это вот самый такой добоваримый макияж, когда хочется чего-то все-таки подчеркнутого. То есть такой серо-спокойный цвет глаз и карандаш тоже серый в тон. Ну и второй вариант макияжа. У нас карандаш от MAC и блеск Clorans. Вот этот вот перфектор, самый-самый любимый. У него очень красивый оттенок. Бруснично-ягодно-черничный, такой темный. Вот так смотрится, ребят. Второй макияж губ. Повторюсь, очень красивый оттенок самого перфектора. Самый любимый, наверное, из всех перфекторов. Он достаточно темный, красивый, насыщенный, с более темным карандашом, брусничным или таким коричневатым. Тоже смотрится очень красиво. Что же, ребят, на сегодня это все. Вот такой вот макияж косметичка месяца. Я планирую вести такую рубрику на постоянной основе. Я думаю, она будет короткая, но уместная с учетом ротации некоторых продуктов, которые использую. Тем более, что для меня, с учетом моих губных средств, это очень актуально. Надеюсь, что вам было чем-то полезно и интересно, вам понравилось. И до скорых встреч на канале в новых видео. Пока!